В Приднестровье от коронавируса вакцинировались около 125 тысяч человек. Ревакцинацию прошли свыше 10 тысяч приднестровцев. Это лучший способ позаботиться о здоровье и приблизиться к коллективному иммунитету, утверждают врачи. Перед вакцинацией измеряют давление, температуру, проверяют наполняемость легких. Антонине Степановне эта процедура хорошо знакома. В прививочный кабинет она приходит уже не первый раз. В конце мая поставила две дозы спутника. Неделю назад прошла ревакцинацию. И вот сегодня сделала еще и прививку от гриппа. Пенсионерке 76. Ковидом она переболела год назад. Я лежала в больнице. Очень плохо, тяжело выходила после болезни. Я не хочу больше такого пережить. Потому я ревакцинируюсь. И я верю в прививки. Нам в Советском Союзе всем делали прививки. И мы не болели ни корью, ни дифтеритом. Поэтому я верю в Россию и верю в спутник. В Бендерском центре амбулаторно-поликлинической помощи работает два прививочных кабинета. Еще провакцинироваться можно в любой микрорайонной поликлинике и на городском рынке. Ревакцинация идет полным темпом. У нас для ревакцинации в настоящий момент есть в поликлинике Pfizer и Sputnik. Если говорить к этому часу, у нас привито ревакцинацию прошли 35 человек. 21 человек прошли ревакцинацию Sputnik, 14 – Pfizer. То есть это в процентном соотношении почти 60% желающих все-таки ревакцинироваться Sputnik после первых полученных доз Sputnik. Так это происходит и каждый день. Желающих пройти вакцинацию Sputnik также много. В гор-поликлинике возле прививочных кабинетов всегда многолюдно. Сегодня на ревакцинацию пришли медики Центра гигиены и эпидемиологии всем коллективам. Первый раз прививались в июне. Тоже все вместе. За эти два года ни разу не болело. Могу вам сказать пока что. И вот после первой прививки. В окружении у меня многие переболели. Но как бы я получается не... Ну может быть иммунитет сильный, может быть... Все-таки помогла прививка. Я так думаю. Так что я думаю, что прививаться все равно нужно. И как бы и ревакцинацию делать тоже нужно. Она все-таки спасает людей от тяжелых случаев заболевания. Я считаю, что очень важно ревакцинироваться. Потому что, тем более в нашем возрасте, когда уже организм теряет постепенно свой потенциал, и нужно поддерживать иммунитет. Только таким способом другим не получится. В бендерах, чтобы сделать прививку или пройти ревакцинацию, предварительно записываться не нужно. Просто нужно взять паспорт, сертификат вакцинации, если он есть, и прийти в поликлинику. Прививку сделают в порядке живой очереди. Наталья Сучкова, Евгений Никонов, Бендерское телевидение.